Вадим Юрьевич, подскажите, пожалуйста, если 80-100 стран сейчас соберутся и подпишут в Швейцарии какой-то документ, который поддерживает украинский мирный план, что через время им помешает подписать документ в поддержку другого мирного плана? И оно логично в этом вопросе, поскольку мы сейчас наблюдаем, как Владимир Зеленский в своем большом интервью сказал, что да, там около 100 стран будут собираться, но без Бразилии, Китая, Индии, вот этих стран, в принципе, оттолк вот этих саммитов-то, да. Правильно. Нам ехать или шашки? Это раз, во-вторых. А количество или качество? Политика – это не арифметика, еще раз говорю. Проблема не в том, чтобы, опять-таки, мобилизация. Проблема не в том, чтобы перебить арифметически число живой силы, чем у России. Проблема в том, как воевать, чем воевать и как воевать. И общее поле, общее, скажем так, пространство войны. Почему? Потому что вы, допустим, я сейчас вернусь к этому, по мобилизации. Вы людей набираете на сухопутную войну, на наземные операции. Я понимаю, Сырско, он сухопутник. Он сухопутник. А войну ведет генеральный штаб, это не сухопутная составляющая только. Это воздушная, морская, кибер, инфраструктура. Информационная. Конечно, совершенно верно. Он сухопутник, главком. Он хороший глава, главком сухопутных войск. Ну, подождите. Полководец – это более широкое понятие. Поэтому, ну, наберем. Но если война идет сейчас, перейдет в сферу ракетных обстрелов. Тут нужны не люди, нужны ракеты. Нужны ПВО. Не знаю, где их искать, как искать и так далее. Но вот это надо. Если не можете найти, тогда надо остановить разрушение энергетики. Восстанавливать, и будет очень тяжело. Проблема не в людях, в живой силе, в арифметике. Это не война. Первая мировая, вторая мировая война, хотя они похожи. Это война более умная. Она более объемная. Она во многом, как бы, этот театр военных действий тут столько. В десяток могу насчитать. Но надо все это держать в голове. Верховному руководству и просто военному командованию. Поэтому надо вот на эту составляющую. На Патриоты, на ПВО. И все. Потому что, смотрите, можно, вот теоретически, вы удерживаете линию фронта. Вы провели мобилизацию, удерживаете линию фронта. Вы можете отвоевать часть. А в это время вам в тылу будут уничтожать город, мегаполисы. Харьков, там, Одессу. Уничтожать инфраструктуру. В чем смысл войны? И на сколько заходов таких мобилизаций у нас хватит людей? О! Потому что это уже будет, по-моему, третья армия или четвертая армия. А больше мы не потянем. Есть гарантия успеха, что мы идем на жертвы. И чем на жертвы идем? Какие? Не только, ну, физи, ну, скажем так, буквальные. Но и жертвы тылу, потому что мы тыл оголяем. Мы людей забираем на передовую. Значит, вопрос рабочей силы, рабочих рук и так далее. Где? Надо... Война – это не импульс эмоциональный. Понятно, что у всех патриотические чувства переклёстываются. Вы знаете... Переклёст патриотической волны. Но, тем не менее, нужна рациональность какая-то. Взрослый, может быть, кто-то здесь, взрослый, взрослый, которые бы сказали, что война – это рациональная вещь, надо всегда взвешивать. Издержки, затраты и возможный приз или, возможно, достижение цели. Извечный вопрос цены и издержек, цели и срез, он стоит в этой войне. А тут все соревнуются в том, кто геройствует. Ну, понятно, по телевизору, на диванах, в Верховной Раде – все герои. За чужой счёт. И за счёт страны. Потому что боятся общественного мнения, боятся, что кто-то обвинит их в том, что они как бы нехорошие люди. Потому что депутат, ну, сказал, а что ты не идёшь воевать? Или их тоже как бы под мобилизацию подведут. Поэтому серьёзнейшая вещь. И если говорить об воздушных этих атак, то приоритет должен быть на сохранении индустриального, промышленного потенциала Украины. Потому что его каждый день, я думаю, сейчас примерно 2-3-3 суток, будут вот такие эти обстрелы, направленные на уничтожение электрогенерации. Можно уже посчитать, какие уничтожены. Я только по памяти. Змеевская. Так, Бурштинская ГЭС. Сегодня Трепильская, да? Что там ещё? Ну, Каховская там, Днепрогессу. Плотину тоже разрушили. Ладыжинская, да, или как там называется она? Не помню всё. Ну, штук 5-7, уже всё. И потом все выбьют, и останется три атомки. Понимаешь, а мы что планы какие у нас? Достроить 5-й атомный блок на Хмельницкой станции. Уже подписан, по-моему, договор с Вейстингаузом американской памяти. И ещё один момент. По войне. Если бы у нас были гарантии по военным обязательствам со стороны Запада, что Запад будет участвовать в этой войне по-серьёзному, в долгую, на десятилетие, тогда ещё можно было. И если были бы гарантии, что мы могли бы эту войну выйти, тянуть 70 лет, например, как Израиль её тянет. Да, это есть неудобство. Есть неудобство такое. В Израиле и теракты были. И бывают. И вот такие там вылазки, ну, как вот газа, так, палестинцы. 7 октября, нападение, фактически такое, террористическое. Всё есть. Но, в принципе, страна живёт. Развивается. А так, когда я смотрю, вспоминаю, там один китайский марксист, молодой, написал, книгу выпустил «Зелёный капитализм». Ну, про зелёную энергетику и капитализм. Говорит, что планету может спасти капитализм антироста. Но не рост экономический, потому что это увеличение увеличение энергетики, загрязнение, нагрузки непомерной на невосполнимый ресурс земли. Поэтому нужна особая экономика антироста. Вместо общества потребления, которое выросло на капитализме роста. Ну, все соревнуются, у кого экономический рост больше? Критерий успеха. У кого больше? Говорит, надо капитализм антироста. Вот мы получили у нас антирост. Антиразвитие. Мы не развиваемся. А Израиль умудрился. Еще раз говорю, еще раз напоминаю, за счет каких ресурсов, за счет какой помощи и за счет какой геополитической конфигурации или военно-стратегической конфигурации ему удалось это сделать. Но опять-таки, и для Израиля это время уходит, проходит. Все. Вы же вопросы задали? Да. Вот я говорю, и нам тоже намекают. Тоже. Вечно, надо тоже понимать, вечно не будет. Вот завтра Трамп, вот если вдруг придет Трамп, мы не знаем, что Трамп. Сейчас он не хочет. К нему там и на кривой козе подъезжают, так и на прямой. И уже и так его обласкивают, так и... А он нет, этого Майка Джонсона вызвал и сказал. Никаких этих законопроекта на помощь... Мы, кстати, по факту и не знаем, что содержится в том законопроекте, который Джонсон готов... Не важно. Ну, не важно уже. Там будет, ну, хорошо, будет там не 60, а 40 миллионов. Не 40, а 9 миллионов. Пусть будет там 60. Это по большому счету, ну, скажем так, допинг на полгода. Ну, на год. Но не решит это, не решает эту проблему. Это надо... Это решило бы, решает все год-два. Все. Дальше кто-то будет иметь перевес. А здесь, Вадим Юрьевич, другой момент есть. Они же не напрямую идут эти деньги. Это идет финансирование в ВПК. Ну, тем более, да. И пока этот процесс, он, как говорится, запустится, пока они возобновят свои силы, свои ресурсы, которые у них есть для того, чтобы передать нам то, что у них сейчас есть для Украины, это как минимум, мне кажется, 2-3 месяца. Да, ну, это... Пусть даже 2-3 месяца. Хоть путь в месяц будет. Но по снарядам они не могут выйти. Ну, понимаете? Ну, понятно, что враг есть враг. Но иногда надо признать, что... Ну, смотрите. Давайте такую метафору. Может быть, не всем понравится? Или сравнение? В боксе. Более серьезные. Да, идет один раунд, второй раунд, четвертый раунд. Все вроде бы на равных. А потом один начинает уметь перевес. Не важно, по каким причинам. И начинает избивать просто. И что дальше? Что делают в таком случае? Судья останавливают, будет. А секунданты что выбрасывают? Полотенечко, да? Это я не к тому. Я не хочу тут повторять этого. Папу Римского и так далее. Всякие белые флаги. Я просто сравняю. Я ничего не намекаю. Ни к чему не призываю. Это мое оценочно-субъективное мнение. Вот она выбрасывается спасти человека. Дать ему возможность потренироваться еще. Восстановить свои силы. Перейти в другую, может быть, категорию, где он может быть чемпионом. Но бывает же так, что боксеры переходят в разной категории. Потому что в этой категории у меня нету тут сил. Я не буду тут чемпионом. Но во второй категории буду. А есть еще бодипитчеры. Это боксеры, которые работают именно в определенной категории по части суперника, скажем так. Или по рукам, или по телу. Да, вот видите. Поэтому надо же тоже жалко страну, честно. Она раненая. Значит, надо подлечить ее. Вадим Юрьевич, меня немного смутило недавнее высказывание Владимира Зеленского. Это интервью было изданием «Политику». И президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая попытка контрнаступления в СССР будет более успешная, чем предыдущая. По его словам, Украина продемонстрирует больший прогресс. И во-первых, то, что это будет еще одна попытка, мы тоже понимаем. Но более успешная, он ведь не сказал, она будет победоносная, но будет просто более успешная. То есть здесь тоже довольно как-то так... Ну, она будет более успешная, потому что заложного нет, а есть сырский. Вообще там непонятно. Там же кто-то слил информацию, да, по его... Да, самоточку. Поэтому не, ну, все тут прозрачно. Если мы хотим получить военную помощь, серьезно, чтобы Запад вложился, он должен поверить в победу или в успешное контрнаступление. На Западе в это уже не очень-то верят. Поэтому, кстати говоря, не очень-то дают. А ограничиваются, ну, частичной помощью. Поэтому он должен сказать, что мы готовим контрнаступление еще, потому что надо сейчас определиться. Либо мы готовим... Для чего мобилизация? Аргументы для мобилизации. Для того, чтобы дальше продолжать военное положение, продолжать войну. Говорить о том, что мы должны... Значит, что с территориями? Их надо или освобождать, или... или этот вопрос решать по-другому. Или откладывать его решение в каком-то договоре. Так вот, тогда надо... Если ты... Для чего вы... Ну, надо, чтобы контрнаступление готовить. Мы сейчас людей мобилизуем, технику, дайте нам и так далее. Мы еще проведем контрнаступление. Ну, понятно, что если ты скажешь, или ты будешь думать, или кто-то будет думать, что оно неуспешно, то зачем? Повторять то, что уже было в 23-м году. Значит, оно должно быть успешным. Ну, понятно, что это больше риторические фигуры, риторические формулы, но военные же люди это понимают. Я вчера посмотрел, кого ли глава войск НАТО в Европе, главнокомандующих войск НАТО в Европе и американских войск, они же американские войсками. Он сказал, что 1 к 10 по снарядам сейчас выстрелы, артиллерии. И вообще он сказал, что российская армия сильно, она будет сильнее. Даже так сказал. Несмотря, чем закончится война, все равно мы столкнемся с очень грозной, военной, злой, мстительной силой. Ну, понятно, он же не скажет, в чем война заключается? Что ты соперника ослабил в военном положении. Что ты его, да, может, ты его не капитулировал, ты не освободил территорию, но ты его настолько ослабил, что у него нет сил сопротивляться. А теперь посмотрим. 22-й год и 24-й год. Это не я говорю, это кого ли говорит? Военный человек. Ко мне не надо тут претензий. Я от себя ничего не говорю. Я говорю то, что говорят. Собираю это и рассказываю. Это моя аналитическая, скажем так, точка зрения, не политическая. Не политическая. Сразу говорю. Чтобы если политическая, я бы что-то резче сказал. Но поскольку я не политик, я не хочу бодоражить неокрепшие умы. Я же говорил, что у нас взрослых мало. Подростковое общество. А с детьми надо аккуратно. Не надо их сразу, скажем так, огорошить реальностью. Надо так постепенно их подвести к этому. Воспитывать, поднимать, узнать о знаниях. Иначе дети же капризные. Они же сразу начнут истерить. Истерить, да. А истероидность нам присуща. Женская такая, как бы, история. Детско-женская история истероидности. А надо правильно что-то? Возмужение слово. Возмужать. Там же корень какой. Мужской, да. Быть мужчиной. Возмужать, быть мужчиной. Так вот. Коволис канал. Значит, они же понимают, что война укрепляет Россию в военном отношении. Мы укрепляемся, ослабляемся. Если бы мы укреплялись хотя бы наравне с ними по паритету, я бы сказал, да, сейчас главный перевер. Нам чего не хватает? Сейчас мы бы ресурсов. Потому что, действительно, надо людей вывести на ротацию, но их не выведут уже на ротацию. Дембеля не будет. Надо им отдохнуть дать. Новые придут, они обучены и так далее. И мы можем ситуацию выровнять на линии фронта буквально. Но если этого, пока к этому не идет, по крайней мере, пока, что делать? Коволин фактически сказал. Он же как военный человек и американец не скажет вам, что Россия усилила сегодня в военном отношении. Мы будем иметь дело с очень сильной. Да, понятно, ему надо выбить, чтобы Конгресс поддержал военную помощь. Надо военный бюджет. Но если бы она была слабая, то даже, говори, сильно, не сильно, все равно никто не поверит. А также, верят же в это. Проблема войны в чем? Если вы видите, что ваш соперник, враг, усиливается, вы должны делать вывод, какой? Первое. Либо надо сконцентрироваться, собраться и так по нему сжахнуть, чтобы он уже никогда не восстановился. Нереалистичный сценарий. Или тормозить, не давать, как можно ему не дать усилиться с военным путем. Но надо тогда останавливать войну. Обратите внимание, если бы в Стамбуле подписали бы в 1922 году Стамбульский договор, подписали бы, нынешняя российская армия, она была бы такой, модернизированной, с дронами, с ланцетами, с этими всеми, как его, как там, Краснополи, эти все как бы, А, КАБы, ФАБы и так далее. Была бы, да не была бы никогда. Потому что война их стимулирует. А если есть у тебя возможности, промышленные мощности и так далее, и так далее, то, конечно, ты будешь это все усиливаться. А так бы все закончилось бы в 1922 году. Подписали бы. Я не говорю сейчас про нас, про территории, я беру их просто сейчас. Так бы у них эта армия осталась бы. И в экономике осталась бы, ну, так скажем, ситуация такая бы. Так? И элита бы-то осталась бы, компрадорская, которая была. И все. А сейчас там будет новая элита. Они злые сейчас, они злые сейчас. Вообще, что с этим крокусом, что с другими, это же видно. фактически. Так? Я же говорил в прошлом, что это уже не война. Это не слово. Как они говорят, это контррористическая война. И оно же, видите, уже все. У них как бы сняты какие-то барьеры психологические. Вот сняты. Вот по бомбардировкам, по обстрелам, я вижу. Раньше они бы не пошли на это. А сейчас, если они вот это раскручивают тему с бюризмой, так, вот финансированием, понятно, что ищут повод еще. Для того, чтобы дискредитировать нас на этих конференциях. А во-вторых, для того, чтобы не участвовать в этой конференции. Сказали же, мы не будем участвовать. Теперь, завершая этот ответ, у нас такие длинные, ну ничего, ответы. Сегодня примут такую, как бы, резолюцию или там решение. А если там Китая не будет, оно смысла нет. Так, дальше. А потом с Китаем это другая будет резолюция. А если будет Китай, он свою резолюцию выдвинет, свой план мирный. Так, и что? А потом какой-то скажет, ну надо как-то, там, американец скажет, ну надо как-то, Байден уж выйти из этого положения. Надо же. А давайте вместе этот план посмотрим. Вот украинский план, и вот китайский план. Может, что-то соорудим тут. И что дальше? А в третьей, сейчас Россия, сейчас, Россия действует, как Израиль. Израиль, сколько резолюций ООН, Саубеза ООН, о том, чтобы они оставили голландские высоты, которые они оккупировали в Сирии еще в 40-х годах. И там, 70-х еще. И что? Израиль никогда не выполнял эти резолюции. Вот и они ведут себя так, что как бы для нас это вопрос выживания, сказал Путин, и все. Для нас это судьба. Как он сказал? Так примерно, да? Да. Этому Карсону. Вадим Юрьевич, есть два вопроса. У нас примерно 10 минут как раз и уделим внимание нашим зрителям. Михаил Цоколов спрашивает. Вадим, если США все-таки оставят Украину один на один с Россией, то руководство Украины может пойти на переговоры с Россией и когда? Руководство Украины вынуждено будет. Но компромисс это вынужденная вещь. Никто не хочет, ну никто же не зовет к этому. Вот давайте, мы что мы так хотим. Вынужденная вещь. Есть же варианты хуже, хуже и просто хуже или плохой. А еще хуже есть вариант. Всегда надо смотреть, какой вариант хуже. И у нас ни одна власть не могла просчитывать эти варианты. Минск-1 был, Минск-2 был, дальше СВО было, Стамбул был, но просчитывать мы научимся или нет. Или мы будем делать свои или решения принимать, исходя из того, как там кучка активистов крикливых будет на это реагировать и рисовать свои красные линии. Классики вам надо играть, как в детстве. Знаете, битка. В классики, я не знаю, сейчас играет или нет, когда ты играл. Нет уже, да? Ну и слава Богу. Зато красные линии научились рисовать. Лучше бы в классики играли, честно говорю. Мелом бы разрисовали и прыгали бы. А нарисовал красные линии. Вот эта диктатура общественного мнения, так называемого в Украине, которая была, она во многом и, скажем так, боязнь власти любой. Вот этих активистов это диктатура общественного мнения. А почему боялись? Да потому что лучше гешефтами заниматься, а пусть эти. А мы, главное для нас гешефт. Вот лишь бы туда не лезли, расследовавчие. Так и всякие эти, как там, инфо называть. А вот это, а так не бывает. Потому что, если вы не решите кардинальные, фундаментальные, глубинные вопросы государства, существования государства, рано или поздно и вашему бизнесу придет каюк. Кто-то же центроэнерго владел у нас, это же большая была, как бы это, по-моему, Коломойский владел. Какая? Не только электрогенерация, но и кэшегенерация какая была. Как она генерировала кэш, схемы и так далее. И что теперь? И что теперь? Поэтому, я думаю, само общественное мнение, оно пока еще не дозрело. Но уже сейчас доходит до людей. Но раньше, год назад, трудно было. вот если говорить, сразу, не-не-не, мы же вот уже побеждаем в Крыму, вот уже, вот-вот оно, вожделенное кофе на Ялке. А когда сейчас будут забирать машины на нужды фронта, если у вас их две? Так? Ну, там же так. А если ваших будут детей забирать? Вот я разговариваю со многими. Ну, год назад люди как-то так. А сейчас, а детям уже там по 25 скоро. И что делать? Давайте. Думать будем. Что делать? Вы же, ну, если патриот, то надо идти. И не патриот, тогда думать о мире. Если патриот, и если вы тоже патриот, надо думать о мире. Почему у нас патриот, это тот-то за войну. А тот, кто за сохранение государства, тот не патриот или как? Чтобы государства и дальше не разрушали ни изнутри, ни извне. Это что, не патриотизм? Значит, это тоже, не дай бог, ну, будут. На Западе, кстати, очень много пошли репортажи и газетные, и телевизионные о некоторых селах Украины. Да не только на Западе, у нас даже много статей есть уже даже в эпохе, которые признают, что села голые. Вы же понимаете? Серьезное, очень серьезное. Мы подошли к такому порогу, надо очень серьезно отнестись вообще к тому, что дальше делать с войной, на войне, как решить вопрос войны и мира. Это должна быть очень серьезная вещь. Но нельзя вести войну просто на каких-то пустых заявлениях. вот кому-то в голову сбрьет женщин всех на мобилизме. просто, ну, понятно, что. Где выдаешься? Кто их допускать? Где их берут? Кто их приводит туда? Вы понимаете? Ну, нельзя. Я понимаю, что сегодня такой мир гаджетов, цифровизации, что каждый имеет право на свои три минуты глупости. Продемонстрировать свою глупость, тупость и все остальное. Но пусть будет это, когда это дело личного человека, это его личное дело. Писать, хейтить, он показывает свою глупость. Это его право. Я не против того, чтобы он показывал свою глупость, разоблачал себя. Вот мне же пишут тоже там как бы комментарии. Ну, люди разоблачают себя. Боже мой. Теряю веру в человечество. Вот так иногда почитаешь. Но, если это официальное заявление, официальное мнение, мнение чиновника государственного. Но хочется как бы это и как его скотчем закрыть. Ладно. Не надо. Я за собой до слова. Вадим, может ли война в Украине закончиться до президентских выборов США? Ваше мнение? Не знаю. Не знаю. Давайте подумаем. Значит, она может четыре фактора, которые могут завершить ее в том или ином виде, но не окончательном, понятно, да, до президентских выборов в США. Первое. Это насколько военный перевес, во всех смыслах, и воздушный, и так далее, на поле боя будет у России. если у нас время выровнять ситуацию. Причем тут не только на поле боя. Вот мы говорим, ну они там, я сам так говорю, ну вот продвигаются мало там на тактическую глубину. Но война сегодня не за то, чтобы территорию захватить. Чем больше, тем лучше. война, чтобы уничтожить вашу современность, потому что электроэнергетика, компьютеры, гаджеты, все же на электроэнергетике. Это современность, это современный образ жизни, современный способ бытования, современный способ бытия, модерный, современный, продвинутый, цифровой. А если вас демодернизируют, деградар, вот это что же цель войны? Не в том, чтобы захватить территорию и поставить этот флаг на какой-нибудь Сильраде или там в селфи сделаться на фоне какого-то дома разрушенного или какого-нибудь центра небольшого. А вот это демодернизировать страну, обратить ее, сделать ее несовременной, некомфортной, неудобной, что тут грызлись вечно друг с другом. Искали виновных, искали друг в друге врага, агентов, пятые, шестые, седьмые колонны. Посмотрите, 10 лет назад, какая процветающая страна была. Сколько тут разных точек зрения было. Какие тут телевизионные были дебаты и так далее. Ну, мне кажется, сейчас будет один из главных вопросов «А ты воевал, а ты не воевал?» И Брайан начнется… Так это же тоже цель войны. Врага. Чтобы посеять зерна, семена раздора, раздрая, разобщить нас. Что такое общество? Это общество, это единство. А вот разобщение, что такое разобщить? Это из общества сделать злых, бедных, несчастных гномов из людей превратить в злых гномов. Чтобы тут друг друга постоянно… Вот это нет общества, нет государства, ну, это же понятно. По крайней мере, есть какая-то, может быть, оболочка, но полноценной внутренней государственной жизни, позитивной, прогрессивной, может и не быть. Это же тоже и цель, но надо это же понимать тоже. Поэтому всегда мудрость какая-то быть, какая-то авторитетность какая-то должна быть, чтобы не было вот этих разрывов, чтобы всех козлов, придурков, этих всех, которые там радикал, брейк, с закрытием возможности, если они не понимают вообще-то нормального внушения. А их наоборот у нас подтягивают, подтягивают, потому что это же прокричал, прокукарекал. Это же как бы классно. Ух, дал, врезал. Як там? Мережа розервала, так же называется. Мережа розервала, мережу розервала. Заявою, там кого, и все, и боже мой. Это надо тоже, я не знаю, что делать с этим. Примерно я знаю, но может быть не к этому сейчас, не об этом речь. Это первый фактор. Второй фактор. Трамп. Трамп не хочет получить эту войну в наследство. Ее трудно будет решать. Вот он выигрывает выборы. Так? И что? Первое, что ему надо, это надо будет эту войну. Потому что ситуация будет в мире требовать. Все будут ждать. Он не хочет ее брать на себя. Он не хочет повторить путь Линдона Джонсона, который взял на себя войну Кеннеди и похоронил все свои шансы. Даже не выдвигался на второй срок. Никсон ее только. Вьетнамскую войну Никсон, Киссинджер, конец. Так? И таких много случаев в истории. Афганская война тоже. Вот Трамп уже выходил с афганской войны. Ну он же первый, ну скажем, сказал, что надо войну заканчивать. Сирийская война. Поэтому он не хочет брать на себя это тяжелое наследство. Он хочет, у него другой план сделать Америку. Кстати говоря, многие президенты с большими планами приходили, но получали в наследство, ну как Зеленский получил наследство в Минск. И на этом, скажем так, многие, это фактически, ну можешь было эти пять лет потратить на мир, а получилось так, что вот на это приходится тратить. На сопротивление, оборону. потому что предыдущая власть, она перекинула эту всю историю. Это очень важный момент. Поэтому Трамп не хочет повторить путь многих избранных президентов, которые получают наследство, неразрешимые, по сути, очень сложные, застарелые, конфликты, войны и так далее. Потому что они понимают, на этом поломаются все его планы на первый срок. Ну, у Трампа не будет первого срока, то есть второго срока, так он уже, но тем не менее. Другие планы, которые он хочет сделать, потому что у него амбициозная мечта, вернуть Америке вот эту, Америку. Вернуть Америке Америку. Мага, да. Да, вернуть Америку Америке. Америку вернуть. Дальше. Байдену. Надо завершить эту войну. Да. В какой-то степени, да. Чтобы эта война не висела на нем во время выборов, во время дебат, ну, буду дебат, ему не важно. Так? В каком-то виде ему надо ее, как бы, ну, прихлопнуть или там погасить. Чтобы она, потому что, если война будет в разгаре, воздушная такая, то тогда, то тогда ему будут все время указывать. И он должен реагировать на это. Или ему будут всегда реагировать, а где помощь? Поэтому он сейчас что делает? Первое, ему надо в секторе газа за этот, по крайней мере, придушить, пригасить, пригасить это все. Второе, ему не надо война Ирана-Израиля. Израиль хочет войну с Ираном, аж пищит. Ну, на Таньяху. Ну, тогда расклады меняются. И надо будет уже против Ирана воевать. Американам. Он не хочет Байден. Потому что это другой уровень войны. иранцы будут этих, вместо с хуситами будут топить корабли. Эти, как его, нефтетерминалы эти все и так далее. Это же позор. Это же и так тяжело сейчас. Дальше что. Поэтому Байдену тоже, наверное, нужно было бы. Не против. Пригасить это в каком-то мирном решении. Может быть, я не знаю, даже эту конференцию в Швейцарии. Пригласили-то Россию? Пригласили. Может, Байден и приедет, он тоже приглашен. Значит, уже, я так понимаю, готовят ему какой-то дипломатический golden parachute, как говорят. Спуститься дипломатическим парашютом на избирательную гонку. Дальше. Что касается Украины, если у нас не будет оружия, ПВО, я тоже считаю, что мы не должны вот так вот смотреть, как там разрушается наша электрогенерация. И констатировать это, что плохая, злая Россия. Да, она плохая, она злая. Да, мы же не спорим про это. Давайте к этому, давайте, не будем это повторять. Это и так известно. Это фон нашей войны. Ну, так, ну, что делать? Тут вопрос не в том виноват. вопрос, кто виноват? Прекрасно и так знаем. Что делать? Значит, она тоже надо будет искать решение. По моим сведениям, в офисе президента ищут такое решение. Да, скрыто, понятно, что не надо. В дипломатическом процессе не надо выбрасывать. Вообще-то они приходят, каждый день брифик не делают. Вот мы сегодня подумали, и, наверное, вот мы так и сделаем. Сорвут же все. Очень много заинтересантов в войне тоже есть. По обе стороны Атлантики, по обе стороны границы, по обе стороны в Украине, в России и так далее. Все есть заинтересанты для того, чтобы эту войну и дальше продолжать, потому что кто-то на этой войне уже хорошо подзаработал. Кому-то это очень выгодно. Сомневаются. Но в интересах Украины, в интересах народа, в интересах общества сегодня сохранить государство. Да, может быть, пока на время в каких-то усеченных границах сохраниться, выжить, подлечиться, ну, имеется в виду, набрать, выйти на какой-то позитивный тренд развития, почувствовать вот эту уверенность в будущем. Потому что будущего нет, оно закрыто. Оно закрыто войной. Мы же не знаем, какое будущее после войны. Кем мы будем после войны? Кого мы будем напоминать после войны? Есть же разные варианты. Какой мы выйдем из войны? Мы же не знаем пока, будущее закрыто. Мы же даже, мы не воображаем даже послевоенную Украину. Точнее так, у нас есть только один взгляд, что мы победим, и тут придут все деньги нам. Весь мир придет нам с деньгами, и тут мы заживем, расцветем, и все тут. Победим все. Коррупцию, Россию, олигархов, и будем жить. Вот только такое, но это же нереалистично. Ну, давайте говорить. Значит, так что пока есть время, я думаю, полгода осталось до президентских выборов в США. Значит, тут надо, конечно, очень сложно будет, надо каждому будет сохранить лицо, репутацию, престиж. Ну, на кон престиж Запада, как пишут в западной прессе. В этой войне на кон поставлен престиж Запада. Но проблема вот в чем. А если война дальше будет продолжаться, и в этой войне Россия будет усиливаться, что с престижем Запада будет? Он будет увеличиваться или наоборот. Иногда можно раньше пойти на какие-то, вынуждены пойти на какие-то компромиссы, но выиграть время, выиграть партию. Ну, как там говорят, можно проиграть сражения, но выиграть войну. Но война в данном, в сегодняшнем мире, война это не только и не столько за землю. Это война за будущее. За будущее твоего государства, твоей страны. И твоего народа.